Более 20 лет сквер памяти собирает людей, чьи судьбы напрямую связаны с тяжелейшим и страшным периодом отечественной истории, периодом сталинских репрессий. Архивные документы уничтожены, караульные вышки спилены, колючая проволока смотана и увезена в другие места. Были ли мы? Да, были. И действительно, все это было. Другое дело, что многие годы память об этом, об этих страшных репрессиях, она просто скрывалась. Сквер памяти расположен рядом с музеем истории политических репрессий, в здании которого с 1923 по 1944 год находилась внутренняя тюрьма Томского отдела ОГПУ НКВД. Наверное, в Сибири, в Томске у нас каждая семья пострадала в свое время от репрессий. И, конечно же, моя семья тоже. И не было ни малейшего желания. Я слышала об этом музее, у меня не было ни малейшего желания сюда заглянуть. Но сегодня просто пришла сюда с гостями и ничуть не пожалела. Решение о создании историко-мемориального комплекса было инициировано городским обществом «Мемориал» в конце 80-х годов прошлого века. Несколько лет ушло на реконструкцию интерьеров, подготовку экспозиций, сбор материалов, документов, фотографий. Первым из посетителей, кто увидел результаты подготовительной работы, стал Александр Солженицын. Писатель, побывавший в Томске в 1994-м, отметил важное для России начинание мемориала по восстановлению страшных деталей коммунистического прошлого. В мае 1996 года Музей истории политических репрессий был открыт. Сейчас в его фондах более 2000 единиц хранения, в том числе копии и подлинные документы следственных дел, личные вещи репрессированных, изготовленные в лагерях и ссылках, письма и воспоминания свидетелей эпохи. Сегодня ночью пришли из НКВД и забрали маму. Нас разбудили. Мама держалась бодро, когда ее уводили. В школу я не пошел. Остались одни с бабушкой. Седьмого пойдем узнавать, в какой тюрьме мама. Несчастье. В разгар репрессий Томск пополнил список учреждений ГУЛАГа. Жены и члены семьи репрессированных отправлялись в здешние лагеря. Были специально созданы предварительно уже три лагеря для честьяеров. И один из этих лагерей находился в городе Томске. И, к сожалению, мы не так подробно знаем историю этого лагеря, но нам хорошо известно, что в этом лагере находилась и жена Бухарина, и жена и сестры маршала Тухачевского, жена Якира и многих других известных людей. В 37-м арестованные слышали звуки городской жизни. Решетки камер выходили на городской проспект. Из этого подвала уводили на расстрелы, отправляли в лагеря рабочих, крестьян, ученых, священнослужителей. Стены подвала помнят многое и многих. Музей не дает забыть. Для меня это как бы все как страничка истории, о которой я не знаю так ярко. И для меня это большой шок, что на самом деле так людей убивали своих и так безжалостно. И мне очень страшно, что такое может повториться сейчас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова